привет привет вы на моем канале по рукоделию меня зовут наталья хочу предложить сделать сегодня вместе вот такой бант на ободке для девочек для маленьких принцесс которые любят такие вещи я буду ориентироваться на свой цвет ободка который я не хочу заклеивать потому что тут есть зубчики на нем которые очень удобны ну а принцессы не могут жить без розового поэтому вот такие такой выбор цвета лент вы же ленты можете выбрать по своему усмотрению и давайте начнем как я сказала репсовая лента двух цветов ширина два с половиной сантиметра нужны будут каждого цвета по две полосы от 22 сантиметра каждая у меня обруч тоненький 0 6 сантиметров и главное что он зубчиками это очень удобно репсовая лента двух цветов цвета я подбирала такие чтобы были подходящие к обручу поскольку я не собираюсь его закрывать меня все устраивает значит вот я подобрала два цвета мне понадобится два отрезка по 22 сантиметра каждого цвета репсовая лента у меня размер два с половиной также мне понадобится иголка с ниткой булавки булавки возможно не понадобятся но свечка понадобится обязательно для того чтобы подпалить края свечку я оставлю за кадром чтобы она мне не мешала и так я отрезала 22 сантиметра каждая из полосок я их соединяю друг дружке и с помощью огня подпалила и тем самым они немножко даже закрепились друг с другом дальше я нахожу центр самым обычным способом немножко заминаю так чтобы было понятно где этот центр лицевая сторона у меня должна быть все таки это и теперь я буду так собирать чтобы вот эта сторона была сверху я к себе поворачиваю один загиб делаем другой и вот мой центр я чуть 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 дальше его складываю буквально на пол сантиметра то же самое делая с этой стороной свернула не в ту сторону свернула разворачиваю и к центру там где отметка центра чуть чуть нахлёст две заготовки мне должны быть одинаковые когда я все примерила расправьте вот тут вот ушки посмотрите чтобы все было ровно и одинаково и теперь можно пришивать закрепляю нитку прошиваю все слоя прошиваю по краю так чтобы потом можно было все стянуть весь каждый слой должен быть хорошо прошит и затем стягиваем это все все хорошенько стягиваем и и и прошиваю то есть она стянуто так я его еще еще плюс все слои прошиваю чтобы она крепко держалась делаю узелок делаю узелок расправляю теперь сшиваю две заготовки вместе на этом этапе если что-то как-то оно не симметрично можно еще его потянуть расправить где вы считаете нужно может она здесь не так подвернулась как с той стороны видите и вот тут можно еще поправить сшиваем закрепляем все делаем узелки тут должно все держаться очень крепко и и теперь нам понадобится ленточку для того чтобы как бы в поддержку цвета я решила выбрать ее коричневую ленточку закрывать я буду вот этот участок коричневой ленточкой и понадобится термопистолет разогретый и сейчас мы все это зафиксируем с изнаночной стороны я начинаю заканчивая на изнаночной стороне обрезаю это я над огнем подержу чуть-чуть и закрываю опять-таки с изнаночной стороны пока я закрываю одним слоем потому что теперь пойдет в тело декор все что мы планируем какие-то такие вещи я подготовила это можно сделать кстати сердцевинку на фетре из просто из бусин но у меня есть какие-то вот готовые такие варианты я хотела воспользоваться ими к примеру почему бы нет такая вот камея и так как моя девочка совсем не против гламура и и каких-то интересных решений даже необычных я решила оторваться тут подготовлю такую вещь как Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok